здравствуйте дорогие телезрители и конечно мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодня знакомимся с одним из новых сортов лука это бамбергер вы видите что здесь как бы собраны луки многих сортов вот это кстати сказать и не кармен и не ред барон это ред семка тоже познакомьтесь тоже не очень давно он появился а вот это конечно и есть бамбергер замечательный лук имеет вытянутую округло вытянутую луковицу ну вырастает обычно 80 100 грамм среднего срока созревания хранится великолепно поэтому очень рекомендую попробовать причем это он слабо острого вкуса и он считается порционным почему считается порционным потому что луковицы выровнены одинаковые по размеру имея такую форму очень легко его резать на кольца полукольца ну аж мелкими кусочками тем более он никогда не вырывается из рук между прочим и он прекрасно хранится и это тоже нам очень всем нравится когда вы посадите такой лук и будете смотреть уже там в июле месяце на свою любимую грядку я вас уверяю что вы полюбите этот лук ну они прям как солдатики один к одному учитывая что высадка у нас будет производиться все-таки китайским методом то все луковицы будут практически стоять на своих корнях это очень красиво и зелень у него она отличается от зелени многих луков если вы посадите чуть почаще ну не через там 10 12 сантиметров а через 8-10 можете по одной луковички вырывать для того чтобы положить это все в салат либо в какие-то супы зелень у этого лука сладкая она не горчит совсем значит очень рекомендую попробовать но сегодня речь пойдет еще и о методах посадки я наивная бабушка из сибири думала что все-таки превзойти китайцев невозможно ну и корейцев тоже конечно наши южане тоже по-особенному садят лук причем они вообще себе голову не парит по поводу того как этот лук вообще будет лежать в земле вот так или вы его вот так будете сидеть там скурпулезненько втыкать ранее ему это донце да нет наши южане они просто ребятишки из своих сумок идут кидают на поверхность почвы а папы с мамами загребают либо это делает уже комбайн у кого значит есть такая возможность вероятно голландцы делают также но корейцы и китайцы все-таки предпочитают гребни и только тогда в гребень это луковица укладывается сначала они это все правда делают комбайны никто вручную этого не делает это мы на своих огородах привыкли до спину буква я не знаю как она называется зю кажется и все это вручную но мы и садим немного поэтому мы можем себе позволить и вручную вот послушайте метод посадки которая существует в пермской области в архангельской чувствуете да это севера наши это существует финляндии как их мои подписчики называют финики почему-то значит но метод очень старинный и по-другому до сих пор там не садят и я вам предлагаю учитывать и такие особенности если вы-то живете на северах что же делают наши северяне у меня в руках появились ножницы и луковичка мы с вами ну привыкли по крайней мере что обрезается лук вот этот хвостик видите вот мы его обрезали а вот северяне да мы обрезали так потому чтобы не поранить ни одну зеленочку но все-таки путь открыт северяне поступают по-другому они отрезают даже не так а вот видите все открыто вход туда открыт и что они делают дальше разводят навозную жижу благо такой в частных подворьях просто завалить и укладывают туда высыпают луковички приготовленные на посадку и обрезанные чуть не на половину в эту жижу практически на сутки здесь стоит пакет это перегной птичьего помета ну если у вас нету коровьего навоза и вы не можете сделать жижу воспользуйтесь вот вот такой вот штучкой вот это количество можно развести на ведро но это очень крепко можете разведенное взять литр оттуда и еще добавить пару литров воды потому что птичий помет он просто ну сильнее всех на свете чтобы ничего не сжечь и не испортить последуйте моим рекомендациям а вот когда этот лук отлежит сутки в этом растворе в этом настое у них это жижа у нас может быть что-то другое но я имею ввиду все-таки навозы какие-то значит они идут на грядки и что с этими грядками происходит с этой посадкой когда я прочитала этот метод посадки я немножко была ошарашена потому что там он называется кулачным нужно кулаком бабахнуть по грядке сделав вот такую лунку и туда просто положить эту луковичку просто в эту лунку положите луковичку не пари себе голову вот тем чтобы ее надо прижать там как-то на бок прямо нет просто положить в итоге луковичка сама ляжет на бок она не может вот так лежать понимаете у нее есть вот здесь корневая система еще не развитая и она не даст ей лежать вот так прямо она всегда будет чуть на бочок и представьте себе что они оставляют эти луковицы в покое никто их ничем не засыпает лук прекрасным образом еще обработается солнышком все в чешуи проник этот жижа навозная обработала и погубила там она достаточно концентрированная похоже на то там нет рецепта конкретного как развести эту жижу но я подозреваю что если значит моча животного используется для вот таких вот целей используется навозная жижа значит она очень крепкого достоинства или как там называть концентрация и лук прекрасно выпускает корни прорастает потом его слегка подгребают а вот когда у него начнет образовываться луковица приходит момент это уже июнь месяц до середина тогда снова отгребаются вся земля чтобы луковица оказалась на поверхности ну в этом все народы практически едины лук в земле когда находится и здесь уровень почвы луковица образуется очень плохо она не солнышко не касается ее и процесс идет достаточно медленно и если вы всегда садите чеснок вот на такую глубину луковица никогда не будет крупной она может быть средней маленькой но никогда не крупной чем выше чеснок поверхности поверхности почвы простите тем лучше крупнее будет луковица а помните когда мы говорили про подзимнюю посадку чеснока эти этот сюжет снят на даче осенью я говорила что хорошо бы если бы вы разложили на бочок все зубчики чеснока и ушли бы на пару часов попить чай поболтать с соседкой и я была все-таки права вот этот метод а здесь использовано то же самое действие разложите луковицы и оставьте их в покое пусть солнышко свою работу сделает пускай она потрудится над этими луковицами потрудится навозная жижа потрудится солнышко корни выпущены никаких придавливания и сдавливания нету никаких ущемлений растению нет и она будет прекрасно и северяне пишут что лук у них просто великолепный ну а я как проводник только существует для того чтобы довести до вас какие-то методы но я обязательно в этом году попробую вероятно это все-таки будет какой-то все-таки гребень чтобы кулаком бабахнуть и там появилась лунка ну на этом все пока и до свидания всегда ваша тетя таня